друзья всех приветствую всем ассалм алейкум с города дагестана сегодня у нас на обзоре porsche 911 turbo с и как всегда качественные мужские обзоры присаживайтесь поудобнее мы начинаем каждый мужчина который разбирается в машинах понимает что такое девятьсот одиннадцатый порт а я ламборгини вот то что я хотел я просто с первой секунды влюбился в эту машину но сегодня владея 911 когда меня спрашивают чтобы ты взял после нее вот реально мне нет ответа друзья сегодня не просто обзор взял машину у кого-то дай сниму этот автомобиль принадлежит мне только посмотрите на его вид просто какой-то истребитель я долго думал что же купить lamborghini или porsche lamborghini немного посидел покатался понял что да круто да интересно но такое ощущение как будто бы lamborghini машина вот в прокат на пару часов поснимать какие-то истории в инстаграм а для личного владения для такого знаете собственного кайфа я думаю что 911 самый идеальный вариант сегодня у нас не просто 911 этот porsche в тюнинге здесь диски 21 от компании brickstown очень крутой дизайн спорт пакет заводской многие не разбираются но вот эти вот лыжи не на всех бывают моделях только на тех в которых есть спорт пакет и более того они бывают без карбона здесь у нас все в карбоне это называется light pack от компании topcar и не просто ламинация деталей то есть взяли наши заводские детали отдали туда покрыли карбоном нет это с нуля созданная деталь полностью из карбона эти лыжи губа вот эти вот реснички жабры на задних крыльях только посмотрите на эти широкие крылья кто не отличает обычную кареру 911 от turbo s а вот вам самая такая главная подсказка это жабры на задних крыльях далее мне очень нравится цвет красный цвет черные элементы черные фары карбон диски черные очень крутое исполнение салона кстати рисунок этого карбона был подобран прям под крышу чтобы все было максимально одинаково покупал эту машину с пробегом 9500 километров 2021 год российская дилерская машина не привезенная купил вместе с номерами многие спрашиваются парчи номера номера тоже мои каждый мужчина который разбирается в машинах он понимает что такое 911 porsche это просто стиль я даже не буду углубляться в какие-то детали просто смотрите сами я владею этой машиной вот сегодня мы снимаем смотрю со стороны на нее и понимаю что лучшие автомобиля я сегодня не знаю да мы не будем говорить о таких машинах как bugatti и шерон там еще что-то раньше когда у меня были м-ки меня спрашивали сапара вот что ты хочешь дальше какую машину хотел бы я всегда говорил хотел бы 911 turbo с но сегодня владея 911 когда меня спрашивают чтобы ты взял после нее вот реально мне нет ответа я бы просто купил бы для разнообразия какую-нибудь ferrari 812 super fast просто чтобы как сказать ну одну игрушку поменял на другую а вот сказать что есть что-то лучше чем этот porsche я об этом мечтаю но нет такого автомобиля такое ощущение как будто эту игру в автомобиле я прошел полностью пусть это не выглядит как какое-то хвостовство но я большой путь проделал с 2010 года начиная с приоры и сегодня 2024 году имея porsche за этот промежуток было очень много автомобилей м3 м4 м5 м6 м8 и и накопился огромный опыт огромный багаж поэтому есть что вам сегодня рассказать матричные фары очень красивая оптика такой лягушонок 4 луча фирменные от porsche вот смотришь на эту фару и ты понимаешь что вот люди вложили сюда свой ум свой опыт только посмотрите да на эту заднюю часть как красиво здесь написано 911 turbo с какой красивый фонарь кстати эта часть у меня была красная я купил серый фонарь это называется porsche exclusive такая линейка вот спойлер мы можем выдвинуть с помощью кнопки на сенсоре и впереди также у нас выдвигается губа в общем все это создает такую вот изюминку и ты понимаешь что это настоящий спорткар просто посмотрите на это расстояние совсем немного она у меня на пружинах hr заниженная и сама эта губа она тоже эластичная даже если ты ее оближать и куда-нибудь слегка чиркнешь ничего страшного она вот так вот движется я привык открывать капот и рассказывать вам про двигатель но у 911 заднемоторная схема заднемоторная схема считавшаяся многими конструкторами уже в начале 60-х годов относительно бесперспективной оказалась вполне приемлемой для небольшой спортивной машины и стала визитной карточкой каждого поколения porsche 911 вплоть до настоящего времени эта модель оснащается новым оппозитным шестицилиндровым мотором объемом 3745 кубических сантиметров две турбины с переменной геометрии увеличенные интеркулеры пересмотренные системы впуска и выпуска все это помогло достичь невиданных ранее характеристик это 650 лошадиных сил и 800 ньютонов метров крутящего момента разгон до сотни всего лишь за 27 в моем же случае это будет еще быстрее 330 километров в час максимальная скорость и всего лишь 11 литров на 100 километров расход топлива на обычном porsche 911 turbo этот мотор выдает 580 лошадей у меня же turbo с это прям максимальная модификация что значит оппозитный двигатель есть рядные двигатели например рядная шестерка которая устанавливается в бмв м4 есть v-образные v8 v10 v12 а это оппозитный двигатель который вот как бы горизонтально устанавливается данный двигатель считается очень надежным очень качественным и причем очень хорошо выносят чип тюнинг на стейдж 2 можно ездить без проблем разгонять его до больших мощностей и при этом не переживать за надежность мотора здесь реально инженеры постарались выдали вот такую куклу которая еще и надежная комфортная при этом всем это суперкар не путайтесь со спорткарами с такими как м5 ешка 63 или audi какая-нибудь это настоящий суперкар который конкурирует с lamborghini ferrari и при всем этом он просто делает их всегда нравилось визуально как смотрится тормозная система у porsche я видел мощные тормоза на каеннах на панамерах а здесь маленький 911 porsche такие огромные тормоза окрашены в желтый цвет тормозной суппорт это не только эффективно тормозит но и смотрится просто невероятно на этот автомобиль была заказана выхлопная система klein мы ее долго ждали наверное прошло полгода потом просто отказались от заказа и вернули деньги обратно в принципе я немножко подкорректировал кое-какие моменты в этом выхлопе теперь он звучит как надо и вообще когда ты управляешь porsche ты вот чувствуешь эту агрессию спортивность этот звук поэтому когда покупаете машины старайтесь брать не просто вот сапар сказал 911 turbo с хорош пойду куплю его берите машины такие либо сами их тюнигуете либо берите вот именно интересные варианты что пробег был маленький чтобы диски стояли крутые чтоб карбон был цвет был красивый когда у тебя есть в машине индивидуализм есть тюнинг это другие ощущения ну чё ребята я думаю что про его внешний вид мы поговорили достаточно давайте испытаем ее в деле прилетаю в москву чтобы посмотреть lamborghini huracan гавриолет с красной крышей черного цвета все как я люблю строго солидно спортивно мы увидели с владельцем этого автомобиля я его глянул ну такие знаете разные ощущения да вот ламба она красиво она вот как знаете такая итальянская туфля я такой подошел посмотрел лунгер садись за руль давай сделаем круги огур давай сделаем но за руль не будут садиться сядь ты почему-то не было желания вот мы выехали сделали круг небольшой он там по газовал все-таки как-никак в 10 атмосферный мотор и вот я стою думаю и гадаю и не могу понять вот хочется ли мне его по-настоящему в общем этом по цене немного не сошлись а в голове у меня всегда сидел этот porsche этот porsche был моего друга когда я купил себе красную м4 он не скинул этот porsche ягер тоже купил себе красную купе так что вверх у нас теперь машины похожие я с ним общаюсь он со мной делится всякими доработками что он на нее ставит что он делает но в москве я приезжаю к нему мы встречаемся едем в паркинг он открывает гараж я увидел этот porsche и сам себе и своему другу с кем я был говорю какая lamborghini вот то что я хотел я просто с первой секунды влюбился в эту машину у нее завел тут уже я захотел сесть за руль я выехал сделал круг и просто понял что это мое я ему говорю брат я у тебя его покупаю здесь установлены карбонокерамические тормоза очень эффективные тормозит просто невероятно машина было очень много ситуации когда ты разгоняешься с этой мощностью нужно где-то затормозить ты это делаешь легко не просто ты успел остановиться иногда и на железках можно успеть вот здесь ты это делаешь настолько легко непринужденно ты понимаешь что ты не напрягаешь машину что очень важно знаете когда у тебя нету карбонокерамических тормозов на эмках особенно владельцы любят говорить до железки хватают вполне да она и на железка хорошо тормозит но как только ты садишься на карбонокерамику это другое это несравнимо здесь полноуправляемое шоссе адаптивная подвеска называется она пи эй эс эм парше актив суспеншен менеджмент задачу этой системы входит постоянное изменение жесткости амортизаторов зависимости от дорожных условий для улучшения комфорта и управляемости машина сама понимает когда дождь подстраивается под дождь даже уведомления выходят на экран что скользкое покрытие дороги также он оснащен системой распределения тяги 5w плюс система осуществляет управляемое перераспределение момента на задних колесах и включает себя электронной регулируемую блокировку заднего дифференциала зависимость от угла поворота и скорости вращения рулевого колеса положение педали газа угла поворота относительно вертикальной оси скорости движения 5w плюс улучшает управляемость и точность движения целенаправленно притормаживая правое или левое заднее колесо то есть вот ты входишь в поворот залетаешь как-то на высокой скорости система считывает в каком положении у тебя руль в каком положении находится крен автомобиля и притормаживает одним из задних колес помогая тебе зайти в этот поворот понимаете здесь также дополнительно установлены байпасы я не знаю слышите вы или нет вот этот вот свист на сбросе газа слушайте сейчас я микрофон поднесу поближе просто просто сказка когда я впервые это услышал сев за руль москве то что вам рассказал выехали я такую еду отпускаю газ и это пшиканье сразу вспомнил как играл need for speed помните underground 2 когда ты там устанавливаешь разный тюнинг нажимаешь кнопку и у тебя там пар выходит из-под колес так вот там тоже были эти ощущения эти эмоции там газуешь где-то на клавиатуре пшикает шумит свистит турбины тюнинг самого детства я наблюдал за автомобилями у своего отца мой папа покойный номер 2014 году на помилует его аллах он занимался автомобилями привозил автомобиль из германии очень крутые эмки мг мерседесы паршаки тоже привозил и вот каждый раз я наблюдал за ним наблюдал за его друзьями автомобилистами и всегда мне было это интересно всегда я изучал автомобили читал журналы разные самого детства сидел в интернете это разные были сайты так авто точка ру кто помнит там про посадку про тюнинг вас потом одноклассники потом в к в к вообще мне так сильно зашел у меня у нас там были группы сообщества без посадки авто не все эта история про посаженные автомобили там же я и зарабатывал деньги на продаже короткоходок на продаже комплектов для занижения автомобилей и кто знал что тогда я ездила посаженных приорах а сегодня а посажена 911 турбе с забавно так опять же хвала создателю за это это не потому что я или кто-то другой чего-то добились это только по милости всевышнего вот так вот это все и пошло здесь вот такая вот кнопочка есть boost 20 секунд она дает тебе на то чтобы ты стартанул то есть 20 секунд у тебя машина прям на максималке сейчас я вам покажу это в деле сделаем замер посмотрим сколько она поедет 0100 и 100 200 так пока машин нету переключаем спорт плюс зажимаем кнопку смотрим а тормоза какие великолепные просто сейчас мы глянем сколько у нас там показала ты вообще не чувствуешь скорость на этой машине идешь 200 обгоняешь машины надо затормозить повернуть скинул скорость не зря ты пристегнулся вот я очень уважаю бмв уважаю семейства м но когда ты на парше ездишь это все по-другому и опять таки это ну почему с ламборгини сравниваю ни в коем случае не хвастаюсь тем что вот у меня лучше чем что-то я реально выбирал ламборгини huracan купить не просто huracan а версии перформанты он значительно круче по спортивнее или 911 и поэтому я часто их сравниваю так вот эти ощущения это рулежка это ускорение это торможение это управляемость вот просто не передать словами ребята как когда под тобой вот это знаешь воплощение инженерной мысли от штутгердских ребят от porsche от немцы ты понимаешь чтобы там не говорили просил чтобы там не говорили про китайские автомобили как они шагают вперед пока китайцы вот сделают что-то похожее с вот такими автомобилями как бмв porsche mercedes им еще строить и строить очень приятное ощущение очень интересное ощущение и при всем этом чувствуешь ты себя уверенно ты не боишься тебе не страшно на этот звук просто я не знаю передается вам это или нет но здесь просто сумма от этого выхлопа скорость и ты видел человека когда-то человек бмп эти балясины перепрыгивал капец просто и мы перед ним 200 пролетаем знаете что за крутая еще функция есть зажал два лепестка машина скидывает на нейтралку и ты можешь короче пошуметь потом ты щелкаешь опять лепестком и у тебя опять включается скорость ну на ходу ты скидываешь на нейтралку давайте сними-кась руль и повторяем раз потом нажимаешь и идешь дальше давайте глянем что у нас там по результатам когда мне говорят сколько у тебя лошадей угру блин ребята я даже не знаю сколько лошадей потому что я ее ни разу не замерял я знаю что она очень мощно так так ну смотрим так 0100 у нас 258 258 274 274 100 200 у нас 490 лучшее время короче 4 и 9 100 200 а 0 200 так 7 48 лучшее время как-то так вообще хотелось бы замерить ее на стенде я кстати скоро буду обновлять прошивку еще и мы и замерим посмотрим сколько она покажет на стенде но это как мне сказал бывший владелец такой лайтовый хороший чипи европейский то есть можно не париться надежности автомобиля хотя я понимаю что 911 турбос стейдж 2 даже самый боевой терпит просто можно вообще не парить объем бензобака у porsche 67 литров у нас дагестане нету лукойла рост нефти и прочих сетевых заправок поэтому я заправляюсь здесь на астре где качественное топливо хороший сервис и удобная локация вообще я считаю что в дагестане одни из самых лучших азэс во всей россии только посмотрите на то какие крутые комплексы porsche очень мало топлива потребляет учитывая то какой он мощный если ездить спокойно тебя расход вообще не напрягает как у обычного автомобиля как у camry 2 и 5 это так чтобы люди которые далеки от спортивных автомобилей понимали да с чем можно сравнить представьте только вот эта крышечка бензобака стоит 15000 рублей она тоже как говорится ну не то чтобы тюнинг но доп для такой приятный все едем дальше посмотрите на эти маленькие коврики это часть это бывает под сидением вот такой вот коврик вообще очень нравится мне цвет салона не просто красный а вот такой именно темный благородный цвет здесь у нас салон мануфактур porsche эксклюзив мануфактур это двухцветный салон все в коже потолок валькантари тоже считается как бы вот если вы сейчас заказывали бы автомобиль где-нибудь в корее или в германии вряд ли вы такую комплектацию нашли бы конечно же можно найти но редкость вот так вот откидываются спинки сидений мы можем ложить туда сумку что-то вот такая аккуратная полочкой появляется а можно задвинуть обратно эти спинки вот так это выглядит посмотрите как отстегиваются аккуратно эти вставки чтобы можно было крепить детское сиденье как я уже отмечал очень роскошный салон все в коже вот такие удобные подстаканники просто представьте атмосферу поставил стакан кофе и выехал дальнюю дорогу с близким человеком наверное мечта каждого человека аудиосистема бурмистер вы наверно думаете сапар здесь все так хорошо все так классно неужели нету минусов а минусы это именно аудиосистема бурмистер она играет не так как хотелось бы не так как панамере 3d бурмистер но опять-таки это спортивный автомобиль здесь наверное музыка для того чтобы перекрывать шум мотора шум трассы потому что мотор у нас практически в салоне мы его слышим сзади тем более на выхлопе хотя опять таки я музыку не слушаю мне нормально этом включу каран мне нормально мне комфортно но проверял я включал музыку проверял как играет потому что понимаю как бывает когда хорошо играет сравнивался бауэрс вилкинс с бен головсен да есть замечание плюс в паршек клубе ребята пишут о том что есть замечание по музыке вот такая отделка карбоном матовым здесь боковая кожа для того чтобы колени упирать сюда очень красивые педали рулевая колонка тоже в коже очень крутой руль тоже карбоновые элементы матовые вот это центральная консоль она выполнена так как будто бы парит в воздухе как я уже отмечал внимание к мелочам внимание к деталям вот такой красивый брелок porsche кто на меня подписан в инстаграме они знают эту историю когда я ездил еще на приорах у меня был такой брелок черного цвета который подарил мне отец он привезу из германии кстати вот смотрю трогаю сейчас и вспоминающие не тогда тогда они были намного качественнее чем сейчас его тогда я пользовался черным брелком этим кожаным он у меня был много лет наверное ну минимум лет десять точно уже вот эти места порвались на нем уже не держались кольца и тогда я думал блин какое же крутое качество когда-то наверное у меня будет porsche и я вот такой брелок повешу на свой porsche тогда даже мечтать не мог о том что это будет не просто какой-то porsche а самый последний turbo с 911 вот что еще хочу отметить есть какие-то скрипы легкие хотя это мелочи это все легко устраняется но я не хочу чтобы лишние руки и лишние материалы попадали под обшивки я бы наверное доверил бы человеку который работал на заводе porsche ему сказал бы на вот сделайте считаешь нужным но я думаю что этой машине нужно простить какие-то скрипы и звуки опять-таки это появляется только на плохом асфальте на каменистом асфальте во всем остальном мне porsche очень нравится в дверях есть место чтобы уложить телефон здесь для пассажира есть такая выемка для того чтобы уложить телефон подлокотник довольно-таки вместительный аккуратный два выхода юсби место для sim-карты и флешки щиток приборов очень информативный и понятный но но рулевое колесо на такое маленькое и вот эти места они закрывают щиток приборов и ты видишь только центральную часть со скоростью и с тахометром наверное в этом тоже есть какая-то своя изюминка потому что пилоту важно видеть именно тахометр и скорость по опциям здесь есть все что необходимо для комфортного управления очень комфортные сиденья 18 позиционные с вот таким вот красивым логотипом на подголовниках когда мне говорят сапар почему тебя в городе так редко видно на ней я отвечаю зачем ним мозолить глаза постоянно на ней кататься в городе чтобы она надоедала людям я получаю удовольствие от владения от того что я знаю что она у меня есть открываю гараж захожу смотрю на нее и просто когда у тебя особое настроение вечером одеваю специальную одежду и выезжаю для того чтобы вот как говорится провести время с любимой друзья я думаю что сегодня я достаточно вам рассказал про 911 porsche до этого я смотрел другие тест-драйвы обзоры и честно вот не было такого ролика чтобы я в конце сказал я вот кайфанул по-настоящему и сегодня мы с командой старались для того чтобы кайфанули именно вы поэтому ставьте лайк и пишите ваши комментарии подписывайтесь подписывайтесь на инстаграм увидимся в новых роликах подписывайтесь на инстаграм